Привет, друзья! Сегодня я хочу раскрыть вам маленький секрет карбона, который поможет вам сэкономить карбоновый материал, ну и расширить ваши возможности по изготовлению шестиков-старожков. В следующем видео я собирался показать, ну, как сделать шестик из карбона. Ну, в принципе, я уже делал его, просто именно шестик-старожок из карбона, вот, чтобы он был единым целым. Вот я уже подготовил адаптер, который подходит вот к моим основным удочкам, то есть, и из него я сделаю шестик-старожок, вот. А каким секретом хочу поделиться? В общем-то, очень это было давно, наверное, в 2005 или сейчас, а, в 2007 году, вот, я купил удочку себе, ну и поехали мы на карася, ну, правда, взял с собой хорошо, что две удочки, вот. Вот, и одна удочка у меня такая была хорошая, и карбон, карбоновая она вся была, и там был шестик, ну, приблизительно, конечно, подлиннее, чем вот такой вот шестик, вот. И на рыбалке он у меня сломался. И я обратил на такую вещь, что он расслаивается. Ну, соответственно, я его потом извлек, заменил карбон на стекло, то есть, не шестик, а хлыстик. Вот, карбон на стекло заменил, и, в общем-то, удочку восстановил. А тот карбоновый шестик, ну, вернее, хлыстик, кончик от удочки, я, в общем-то, ну, типа попробовал сломать, и он у меня расщепился на такие порядочные волокна. И вот, с того времени я сделал шестик старожок для зимней рыбалки. Ну, у меня их было несколько, я их раздарил, потому что особо я на них не ловил. И вот теперь, когда пришла мысль из ютуба, в общем-то, сделать законченную версию такого старожка, в общем-то, вот такие старожки у меня были. То есть, вот, начало я фиксировал в карбоне, и, соответственно, был тюльпанчик. Вот, и этот прогиб мне, в принципе, не мешал ловить, я ловил на черте и просто на мормышку ловил. Но, так как я склонен к металлическим старожкам, в общем-то, они, как бы, положил их в долгий ящик, вот так, и на них практически не ловил. Вот, ну, видите, да, что он здесь у меня, вот, сейчас вот попробую показать, сосредоточить, не знаю, как там. В общем-то, у меня здесь сфера, то есть, край карбонного круглого шестика. Среднюю часть я уже изготавливал, карбон, а здесь плоская. То есть, это вот лакированная часть, я ее использовал как... Вот карбонный вот этот шестик. Дальше, ход мысли моей. Из этого шестика я буду делать цельный шестик, потому что он должен быть круглым, он должен быть, ну, таким, в меру прочным. То есть, он будет у меня и шестиком, и старожком одновременно. А вот этот шестик мне Алексей Ушаков подарил, вот. Ну, как бы у меня сейчас, ну, не то, что лишним, просто я, так сказать, боялся, что ли, или, ну, рискнуть вот так вот расщепить шестик, как вот у меня получилось в тот раз. Потому что там он был сломан, и, как бы, волокна, вдоль волокон он сам расщепился. Вот. А теперь у меня есть эта возможность, и я думаю, что у меня сейчас получится. И как раз вот этот секрет, который, вот, я, то есть, в 2007 году, ну, он просто сам раскрылся. То есть, я не то, что целенаправленно искал там что-то, он просто обратил внимание на момент, когда у меня сломался кончик карбоновый. Карбоновый, соответственно, я, ну, как, не плюшкин, конечно, но просто мне, в общем-то, дорогие интересные материалы, я никогда сразу не выбрасываю. И всегда есть мысль, как бы, их применить. Ну, ладно. В общем-то, смотрите, сейчас с вами я расщеплю карбоновый шестик. Я думаю, что у меня это получится, потому что, как бы, то, что для видео оставил, у меня есть. Вот это, если, конечно, допросит меня Алексей, если у меня это не получится, то, соответственно, ну, все равно я что-то из него сделаю. Доработаю до, там, сторожка. А хотелось бы сделать из этого шестика два сторожка. Ну, начнем. То есть, беру обычный нож. И, соответственно... Так, опять я в кадр не попадаю. Не ругайте меня, ребята. По сути дела, когда я не в кадре, я все равно что-то говорю. И думаю, что у вас... Вот надо по центру... По центру, вот, я попал. По центру наметить. И сделать маленькое давление. Оп! То есть... Опа! Видите? Так, как... Вот. То есть, я нож вставил, и у меня расщепление пошло. Ну что, с Богом. Начнем дальше щепить. Выскочило. Ну, в принципе, уже начало есть. Так, ладно. Началась хирургическая операция. Из одного карбонового, так сказать, ну, сторожка делать два. Волокна у него четко должны быть параллельные. Соответственно, он должен расщепиться у меня как можно ближе. Если не получится, значит не получится. Значит, тот карбон был не такой карбон. Ну, мне кажется... То есть, я придерживаю верхним пальцем полосу. То есть, начал расщеплять. Вот, у меня две полоски уже получаются. Прижимаю к верхней полосе, чтобы он не съезжал по плоскости. Ну и, соответственно, по миллиметрику, миллиметрику, миллиметрику я расщепляю. Ну, и потом сделаем с вами вывод, что из этого можно сделать. Карбон — это чудо-материал. И прочный, и, как видите, поддающийся всяким... Будем таскать экспериментом. Просто надо обращать внимание на мелочи, которые могут заинтересовать. Вот на них надо обращать внимание. И тогда... Смотрите. Всё получается. Ну, тут, видите, кончик очень тонкий. То есть, он может выйти на нет. Но, это же будет плюсом. Мы сейчас посмотрим. Собирать я, естественно, карбоновый сторожок из этого не буду. Так как в предыдущих видео я, ну, довольно-таки... Ну, детально показывал, как я... Делаю сторожки. Вот. Ну, и, соответственно, есть ребята, которые так же уже неровно дышат по карбоновым сторожкам. И, соответственно, у них тоже есть свои видео, которые они... Блин. Прямо даже не верится. Смотрите. Он вид расщепляется у меня практически до самого конца. Так. Ну. Ничего себе. Оп. Видели? Две заготовочки. И вот этот, смотрите, такой жёсткий. То есть, если его обработать уже не с двух сторон, как я обрабатывал, а с одной стороны, то это получится, ну, полноценный, так сказать, сторожок. Но уже не будет он шестиком-сторожком. Почему? Потому что здесь же край у меня, ну, не круглый. И, соответственно, адаптер этот вставить, то слишком хлипким будет шестик. Мне вот этот интересует кусочек, который более тонкий и сошёл как бы на нет. Вот, смотрите. Видите, отщепилась полосочка. Вот. То есть, это волокна именно солида из карбона. Вот. И вот это волокно, если я, конечно, буду расщеплять, оно может выйти там, ну, уже более толстое. И, соответственно, если я хочу сейчас, допустим, сделать сторожок, то мне надо, например, обработать эту часть, то есть, зашлифовать её, там, наждачной шкуркой. И получится у меня что? Получится у меня... А, вот, видите, это вот. Это вот то, что я расщепил. А вот это вот глянцевая сторона. То есть, эту зашлифовать и, соответственно, глянец немножечко зашкурить. И получится сторожочек. Так что, ребята, я вам помог сэкономить материал. Раскрыл маленький секрет. Ну, который, как бы, может и не секрет для кого-то. Но, во всяком случае, вот, он поможет вам не просто тупо стачивать карбон, а из него, например, если толстый шестик, можно даже сделать три сторожка. Может быть, и больше сторожков. Во всяком случае, у вас появляется доступность к материалу. То есть, если взять вот этот шестик, то я из него сделаю один шестик сторожок. А если брать, как это, как сторожки, то из него вот этот тоненький. Вот этот вот потолще. Ну, я думаю, что и так как он, ну, такой диаметр, наверное, миллиметра около двух, вот этот шестик, вернее, сторожок, соответственно, из него получится только два варианта. А если он был бы потолще, то можно было бы три сделать. Ну, вот, ребята, в общем-то, не знаю, помог я кому-то или нет, но себе я помог. То есть, я опять обрел уверенность в том, что любой карбоновый шестик можно расщепить. То есть, добыть себе материала. Ну, и небольшой анонс к этому видео. Помните, говорил, что надо нам, ну, как при транспортировке найти тубусы, для того, чтобы там транспортировать вот эти вот все шестики-скоторожки. Они ведь есть разные, длинные, короткие будут. Вот. И вот, смотрите. Это от клевертипов. Коробочка. С крышечкой. Ну, это немножко короткая. Но, во всяком случае, они есть очень длинные. И, соответственно, вот, пожалуйста. Есть место для хранения любых стражков. Вот вам и тубус. Во-первых, все в нем видно. Он не закрытый, прозрачный. Соответственно, плюс. Это будет лайфхак для этого видео. Ну, до новых встреч на рыбалке. Творим, думаем. И не опускаем руки. Все, что вы хотите добиться, я думаю, что вы добьетесь. До новых встреч на рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...